Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. Сегодня с вами я, Пашкевич Анна, и в этом видео я рассказываю о двух гибридах, которые относятся к категории лёжкие томаты. Первый томат, о котором я хотела бы рассказать, носит красивое название Интуиция. Вот эту вот кисть мне презентовали месяц назад. Как видите, она достаточно привлекательна, она сохранилась, она лежала у меня на балконе продолжительное время. Интуиция это тот гибрид, который не новый на территории России и Белоруссии. Включен он в реестр российских сортов в 98 году, то есть практически томат с 25-летним стажем. Интуиция это тот томат, который хорошо себя показывает в теплицах, требует опоры, является индотерминатным гибридом. Все традиционные характеристики хороших лёжких томатов. Интуиция у нас средний ранний гибрид, на кистях завязывается по 7-8 плодов и соответственно они все выровнены и по форме и по размеру. Они также равномерно созревают и затем также, как я сказала, хорошо себя чувствуют в процессе хранения. Как и любые высокопродуктивные гибриды, интуиция требует формирования в 1-2 стебля и соответствующих технологических приемов, которые впоследствии способствуют получению высоких урожаев. Второй гибрид из категории лёжких в этом видео это гибрид голландской селекции. Группа Монсанто создала его и назвала Хайпил 108. Хайпил это ранний гибрид, среднерослый гибрид, который также, как и интуиция, не требует обильного посынкования и формирования. Хайпил отличается тем, что помимо того, что он формирует сливовидные формы, удлиненные формы плоды, они выровнены по форме и по размеру, также он устойчив к ряду различных заболеваний и наряду с некоторыми сортами и гибридами до сих пор плодоносит в этой теплице. И интуиция, и Хайпил могут быть рассмотрены в качестве тех гибридов, которые могут быть использованы на профессиональной основе людьми, которые приняли решение заниматься разведением томатов. Собственно, почему это отдельное видео посвящено именно томатам, которые носят характеристику как лёжкие томаты. В последнее время селекция начала уходить от сладких сортов, от тех сортов, которые слабо хранятся, но вместе с этим являются действительно вкусными томатами в сторону так называемых лёжких сортов, которые до января-февраля месяца, собранные в октябре, лежат вот в таком вот неизменном виде. Конечно, лёжкие гибриды, они имеют место быть, их стоит пробовать, выращивать, стоит их оставлять на длительное хранение для того, чтобы у себя сформировать понимание, нравятся они вам или нет. Но необходимо понимать, что зачастую, когда мы гонимся за красивой картинкой в виде вот таких вот идеально ровных томатов, которые достаточно длительное время лежат у нас в процессе хранения и не теряют своего внешнего вида, мы не получаем тех характеристик, которые мы бы хотели получить от томатов. Соответственно, минусом лёжких томатов является то, что они уступают по биохимическим характеристикам, а именно по вкусу, по аромату нашим традиционным томатам, которые имеют развернутый и вкус, и аромат. В настоящее время процентов 90 томатов, которые нам продают, это всё гибриды лёжкие. И когда мы их покупаем, мы покупаем красивую картинку, но, как правило, эти томаты, мало того, что они достаточно плотные, они практически не имеют никакого вкуса и аромата. Поэтому, конечно, стоит присмотреться к современным гибридам, которые заявлены как лёжкие гибриды. Но всё-таки я рекомендую не оставлять без внимания наши традиционные сорта, наши какие-то устойчивые гибриды, которые будут радовать и вкусом, и ароматом, как в свежем, так и в консервированном виде. Это короткое видео не призывает вас покупать или не покупать лёжкие гибриды. Оно вам говорит о том, что есть как плюсы, так и минусы у лёжких гибридов. Поэтому, когда вы хотите для себя красивые, ровные, выровненные плоды томатов, которые будут храниться до Нового года и дальше, то можете присмотреться к лёжким современным гибридам. А если же вы хотите получать достаточно ароматные, вкусные, насыщенные именно вот этими томатными вкусами плоды, то обратите внимание на наши традиционные сорта и гибриды. На этом у меня всё. Оставайтесь на канале про цветок, не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч!